С новостями спорта Александр Шариков. Здравствуйте. На чемпионате Украины по стендовой стрельбе, который завершился в Одессе, харьковчане выбили две золотые и пять серебряных медалей. Юниорки Валерия и Александра Бартышева добились двойного успеха. Они оккупировали первое и второе места на круглом стенде. В женском ските Яна Деппа остановилась в шаге от победы. В командных баталиях и микстях харьковские стрелки выиграли одну награду высшей пробы и два серебра. Алексей Колесников стал вице-чемпионом страны на траншейном стенде среди юниоров. Студент Академии физической культуры Владислав Грика собрал полный комплект наград на чемпионате Украины по спортивной гимнастике, который завершился в Кропивницком. Победно 23-летний харьковчанин выступил в упражнениях на перекладине. Сделав свою лучшую комбинацию в сезоне, Грика получил 13,450 балла. Компанию на пьедестале воспитаннику заслуженного тренера Украины Вячеслава Азимова составили лидер сборной Луганской области Евгений Юденков и гимнаст из Херсона Максим Василенко, которых он опередил на 325 и 450 тысячных соответственно. Серебром Грика разжился в вольных упражнениях. Он пропустил вперед местного спортсмена Николая Синюхина, которому судьи поставили на 375 тысячных балла больше. Третье место Владислав занял в многоборье. Выше в итоговом протоколе расположились киевские спортсмены. Олимпийский чемпион Олег Верняев и серебряный призер чемпионата Европы Петр Пахнюк. На коне и брусьях харьковский гимнаст презентовал новые, более сложные программы, сражался за медали, но в обоих видах был четвертым. Владислав Грика – мастер спорта Украины международного класса, финалист олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и чемпионата Европы, вице-чемпион Всемирной универсиады, серебряный и бронзовый призер юношеской олимпиады. Харьковские бадминтонисты накануне дня физической культуры и спорта выкосили на Кубки Украины в Киеве 11 медалей всех достоинств. Два золота они добыли в парном разряде. В мужском финале Валерия Тращенкова и Артем Почтарев заставили сложить ракетки Харьковско-Днепровский дуэт Виталий Конов, Александр Шмундяк – 21-19, 21-14. Спори за женский парный трофей преуспели Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова, которые в финальном дерби одержали волевую победу над Елизаветой Жарко и Марии Столеренко – 21-23, 21-10, 21-17. В личных баталиях лучше выступила Прозорова. Она стала серебряным призером, уступив в решающем матче Марии Улитиной из Днепра в трех партиях. Мария Ильинская получила две бронзовые награды в одиночном разряде и парном вместе с днепровской бадминтонисткой Евгенией Поксютовой. А Тращенкова и Рудакова поднялись на третью ступень пьедестала в миксте. Полина Бугрова в одиночной категории в мужском парном разряде Глеб Бекетов ковал бронзу в тандеме с Михаилом Махновским, Иван Мединский со Шмундяком. В медальном зачете Кубка Украины, в котором участвовали спортсмены из семи регионов, харьковчане заняли второе место после сборной Днепропетровской области. В чемпионате Украины по футболу в первой лиге в пятницу стартовал второй тур. Металлист 19-25 встречался в Николаеве с местным одноименным клубом и выиграл 2-1. Победу харьковской команде принесли Михаил Шершин и бразилец Лукас, которые отличились на сороковой и 76-й минутах. Защитник горожан Богдан Кушниренко провел гол престижа с пенальти. Металлист 19-25 набрал в двух матчах четыре очка. Металл домашней матчи второго тура футбольного чемпионата страны во второй лиге тестировал сегодня одесскую команду Реалфарма. Харьковчане довольно быстро обозначили свои агрессивные намерения, открыв счет на 20-й минуте. Вырвавшись на оперативный простор, сетку ворот гостей потревожил капитан Металла Руслан Фомин. Столь же яростно подопечный Александра Кучера начали и вторую половину. Они двинули вперед все атакующие резервы и ошарашили одесситов тремя голами к ряду. Сначала Фомин оформил дубль на 52-53 минутах. Дуплетом выстрелил 28-летний нападающий Владислав Нехтий. 4-0. Но харьковским футболистам этого показалось мало. На 78-й минуте 18-летний хавбек Евгений Рязанцев, ухнув с лета из-за пределов штрафной, довел счет до Шлягерного. А незадолго до финального свистка Сергей Давыдов подвел черту под избиением «Реалфармы». 6-0. Металл одержал вторую разгромную победу и возглавляет группу «Б». Воспитанники Харьковского клуба спортивного ориентирования «О-Компас» и комплексной детско-юношеской спортивной школы «ТЭМ» подтвердили свой традиционно высокий уровень сразу на трех соревнованиях национального масштаба, которые состоялись в Олежках Херсонской области. Подшефная мастера спорта СССР Сергея Данькова и заслуженного тренера Украины Игоря Отрешко выиграли первый клубный кубок страны, перенствовали в командном зачете чемпионата Украины среди юниоров и юношей и стали вторыми в национальном чемпионате среди элитных спортсменов. Илья Отрешко и Андрей Гуртовой доминировали в городском скринте в возрастных категориях 18 и 14 лет соответственно. На лесных трассах умнее и быстрее проявили себя Анастасия Лагуновская, Владимир Горашко, а также Ирина Клеменюк, Диана Коноваленко и Мария Терехова, которым не было равных в эстафете. Никита Кравчук стал бронзовым призером международного турнира по стрельбе из лука «Золотая осень», который продолжается во Львове. 21-летний воспитанник с дюшер Комунар занял третье место в миксте Софии Новицкой из Черкасс. Выбив из борьбы киевскую и черновицкую команды, они в полуфинале уступили в перестрелке хозяевам турнира Маркияну Ивашко и Ольге Синюк. А в поединке за бронзу не оставили шансов сумчанам Артему Овчинникову и Полине Родионовой. 6-0. Также Кравчук вышел в финал личных соревнований, в котором сразится с Ивашко. В женском турнире единственная харьковская участница Дарья Павличенко остановилась во втором круге. В командных баталиях Павличенко, Новицкая и Александра Руснака с Черновцов дошли до полуфинала, где уступили сегодня первой сборной Львовской области. 2-6. В субботу они поспорят за третье место с местной ШВСМ. Становитесь и вы лучшими в своем деле. Удачи! Это были спортивные известия. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин